Иногда дети получают двойку, потому что плохой период астрологический наступил. Человек, ребенок говорит, я что-то учу, учу, ничего не запоминается. Но ему надо, понимаете, если для того, чтобы ему анализ сделать, он может даже сказать, мама, я просто решил пошалить и поэтому получил двойку. Ну вот ему захотелось просто проказничать. Такое тоже. И он может честно сказать. Понимаете, если он вам верит, что вы добрый человек, вы узнаете все его сердце, что у него там внутри. Но если вы не добрый человек, вы не можете свою судьбу принимать. Вы ни ребенка своего не узнаете, ни мужа, ни жену, много лет прожив. Что за человек? Женщины бывают очень чувствительны по природе, депрессивны, чувствительны. И надо особый подход к такой женщине иметь. Если ты такого подхода не имеешь, то тогда какой результат? Ты просто правильно теряешь человека и все. Мужчины бывают очень как бы сильно сосредоточены на своей работе. Не видят жену, не замечают. Такая природа просто. И нужно по-доброму стучаться, к нему стучаться. Типа я здесь, слышишь? Я вот здесь. Смотри. Я брови не выщипала. Это просто был противогаз. А платье я не новое делал, но у меня было давно. Просто ты невнимательный. И так далее, понимаете? Ну, то есть по-доброму понять, что есть природа у человека. Изучать это. Запомнить только главный принцип жизни вообще в целом. Принцип жизни такой, что если нет доброты, нет победы над судьбой. Вот если, допустим, вы злитесь, нервничаете, в страхе находитесь, в депрессии. Все это недоброе состояние. Дева, женщина говорит, у меня муж ненавидит меня. Я случайно нажал. У меня муж, допустим, ненавидит меня, да? Ненавидит меня. А я такая добрая вообще по природе. Ты недобрая, ты депрессивная. Депрессивная, обидчивая. Мнительная. Это недоброта. Это зло со знаком минус. Понимаете? Зло со знаком плюс всегда видно. Поэтому с этой точки зрения мужики всегда виноваты в жизни. Ну, потому что видно. Вот, допустим, если муж с женой ругается, то дети всегда будут на стороне жены. Потому что она добрая сама по природе женщина, как бы. Она, когда говорит о чем-то, ну, доказывает, она очень сильно верит, что она права. Вот это качество женщины. Она искренняя по природе. И она искренне говорит, ну, как ты мог там так себя вести, допустим. Мать говорит, искренне. Хотя сама не права, допустим. И она искренне говорит, она обижается, плачет. Такая, как, я обидел, дети меня обидели. Ну, то есть она чувствует свою правду очень сильно. И поэтому, как бы, дети всегда на стороне матери. Собачка тоже перебегает, потому что она ее кормит. А кто ее кормит, это друг, остальные враги. Он, как бы, она не против его, как бы, в обычной жизни. Но если уже ругань пошла, она перебегает в свою сторону, начинает на него. Вот. И тараканы тоже, естественно, будут в сторону, женскую сторону занимать. Но это не значит, что вы правы. Все это не значит, женщины, что вы правы. Потому что если идет скандал, значит, оба неправы. Доброты нет, значит, нет правды. И ничего вы не добьетесь. Вот вы мужика своего, как бы, загнобите вместе, все хором. Он возьмет и уйдет. И все. Че добились? Или злиться начнет, драться там, еще че-нибудь. Че? В чем справедливость? Этот подход не помогает.